КОНЕЦ Да, давно уже не слыхать любимой нашей кукушечки, маленького паровоза с большими красными колесами. Ходил вот по этим же самым рельсам и голосил на всю округу. За это и прозвали его в народе кукушкой. Бегала наша кукушка более полувека, до самого конца 50-х. Платформа тогда, конечно, была другая, а вот старые рельсы остались и по сей день. Чтобы добраться до Жуковки, вот тут вот, на станции Линская, вам и надо сойти. Сказали сойти на этой станции. А куда пойти, непонятно. Справа заборы, слева заборы. Ну, а это могучее сооружение вряд ли и забором ты назовешь. Просто кремлевская стена какая-то. Пожалуй, они теперь станут главной достопримечательностью Жуковки. Ну, а прежняя Жуковка здесь же рядом, через дорогу. Эти старые заборы едва ли могли скрыть жизнь, которая текла на этих дачах. Да и протянуть руку соседу было легко и просто. У нас никогда не было ни на одной даче глухого забора. А потом так все переменилось. Вот мне, например, неприятно ездить в Жуковку сейчас. Потому что это как немножко вишневый сад Чехова, понимаешь. Появились эти заборы, появились какие-то лица, которых совершенно никогда ты не видел, не знал, не знаешь сейчас, кто это такие. И вот характерно то, что папа, который всегда был противником сплошных заборов, в последний год своей жизни он попросил, чтобы у нас дача угловая, чтобы вот по нескольким пролетам, ограждающим угол как раз этой дачи, забор был забит досками, то есть чтобы он стал глухой. И не потому, что он не хотел, чтобы его видели, а он не хотел видеть то, что за забором происходит, что его это очень ранило. Дух прежней Жуковки исчез. До 49-го года о небольшой деревушке Жуковка, каких не счесть было в послевоенной России, мало кто и слышал. Гораздо известнее была соседняя Барвиха, где уже были дачи ученых, писателей и других примечательных личностей той поры. Строить академический поселок в Жуковке Сталин распорядился после успешного испытания атомной бомбы в 49-м году. За год было построено 4 каменных и 10 деревянных домов. Уже зимой 51-го года все академики, принимавшие участие в атомном проекте, получили в Жуковке подачи. В деревянных домах была вот такая красивая дубовая лестница, совершенно одинаковая в каждом доме. Вообще удивительно, насколько все академические поселки тех лет походили один над другой. И Жуковка в этом смысле не была исключением. У всех одно и то же. Одинаковое расположение комнат, та же мебель и люстры, и даже деревья в саду были посажены одинаково. Мы как-то сажали весь наш ряд, наняли все эти наши бабы. Одного садовника где-то нашли, который привозил все саженцы. То есть одинаковые у нас у всех. Яблони были из искренних сортов, и, значит, мичуринские все эти были. И сирене были тоже у нас мокровые. Ну, у всех все одинаково было, только расположение разное. И яблоки нам доставляло большой интерес воровать друг у друга. С Вовкой Алферовым, я помню, мы всегда с ним очень так близко дружили. И говорили, ну, сегодня куда пойдем воровать, к тебе или ко мне? И, значит, направлялись. Один раз нас поймали. На нашем участке отец нас поймал. О, что было! Академик Николай Духов занимался танками. А в атомном проекте отвечал, говоря официальным языком, за сборку изделия. В Жуковке Духов дружил с академиком Николаем Долежалем. Оба увлекались фотографией и киносъемкой. И нередко хвастались друг перед другом приобретенной техникой. КОНЕЦ Еще и любили играть в шахматы. Долежаля обычно играл с Игорем Тамом. Дружил с Юлием Харитоном. А в Винт, очень интеллектуальную карточную игру, играл с Исааком Кикоэном. По замыслу Сталина, именно в такой непринужденной обстановке у ученых и должны были рождаться новые гениальные открытия. Все люди, которые живут в этом поселке, они, в общем-то, как говорят раньше, были засекречены. И о том, чем занимались наши родители, мы сами, в общем-то, узнали достаточно поздно. Когда мои сослуживцы рассказывают свою биографию, говорят, что они жили в коммуналках и так далее, я всегда молчу, потому что с самого первого дня в своей жизни я жил в прекрасной трехкомнатной квартире. И об этом говорить этих людей, я просто считал, что это просто не тактично. Ну, так же и нахуй, ребят. Вот. Мало того, в свое время даже, когда у меня было там лет 7-8, когда я уже пошел в школу, у меня день рождения начинался не как у обычных детей, скажем, в 5 часов вечера. Вот. А он начинался с 9 утра. Потому что в этот день все ребята, и с теми, с которыми я дружил, и с теми, с которыми не очень я был в хороших отношениях, все приходили с утра. Причем сначала как-то я не мог понять, в чем дело. А потом я понял, они же голодные. Ну, там игра, ну, в общем-то, все понятно. Вот. И самое главное, что родители всегда готовили стол именно в 9 утра. Искусные изделия этих мастеров украшают праздничные и сладебные столы свечей. Улучшается быт советских людей. Беспрерывно растут их потребности. Это письмо Георгий Флеров написал Сталину в 42-м году. В письме говорилось о том, что американцы уже начали работу по созданию атомной бомбы. И что если Советский Союз в ближайшее же время не приступит к разработкам, то последствия могут быть самыми катастрофичными. Я не могу с уверенностью сказать, что если бы у нас не было информации по американских работах, что письмо Флерова было бы внимание уделено. Работу над проектом курировал Лаврентий Берия. Он не скрывал, что в случае неудачи всем ученым грозили тюрьма или расстрел. В 49-м году ученые доложили Сталину о том, что атомная бомба создана и испытания можно начинать. Идет ударная волна. С родными академики не говорили о работе. Сказалось эпоха, которая была за окном, да и за секреченность тем, над которыми они все работали. И тогда придумали гулять по большому кругу. Игорь там заходил к соседям, например, хвалил хозяйку за красивые цветочки на клумбе, а потом быстренько выводил хозяина гулять по большому кругу. И там они могли спокойно обсуждать свои профессиональные темы, не боясь прослушек, которыми были нашпигованы все дачи. Папа перед тем, как он был награжден, среди прочих, других этой дачей, он до войны отсидел по делу промпартии, так называемой шарашки, которые потом он писал с женицем. Но он об этом никогда, до начала перестройки, он об этом никогда никому не рассказывал. И только когда началась перестройка, то есть это там в 87-88 году, он все это записал в тетрадке, причем с его фантастической памятью, он записал там, как звали, надзирателей, с кем он в камере сидел, по именам, отчественным и фамилиям. Он всех помнил. Как таковой охраны здесь не было. Я уже упоминал, да, что периодически проезжала милицейская машина, и вот такие вот грибники ходили, дескать, смотрели, как кто-то живет, как дача, там, грибы искали, и все, этого было вполне достаточно. Ну и что, ходил комитет, нескоро они до сих пор по Рублевке ходят, вдоль дороги, ну вот их все грибниками называют, потому что они так пристально рассматривают у себя под ногами, подойдут что-нибудь найти. Вот, и здесь такие же ходили, там, вдоль канала, потому что не крути, но академики, это, в общем, носители государственных секретов, государственных интересов, их надо охранять и оберегать. Ну и назад, ну. Брежневы появились в Жуковке в 76-м году. Тогда дома себе построила Галина Брежнева и сын Юрий с семьей. Юрий Брежнев был яростным противником ведения на участке любых работ. Если вдруг замечал высаженные цветы или прочую зелень, немедленно скашивал все трактором-кофилкой. Он любил гулять, дышать воздухом и рисовать окрестные пейзажи. Из зятя Леонида Ильича, Юрия Чурбанова, Жуковка настраивала на созерцательный лад. Чурбанов у нас в этом плане был хорош. Он, поскольку у него была какая-то такая страсть, он любил отдыхать, чтобы тихо было, спокойно. Поэтому он ненавидел всякие мопеды, мотоциклы. И вот если вы сюда въезжали, вот это его, там сейчас висит у нас такой плакат, значит, проезд на мотоцикл, на Чурбановский плакат, он до сих пор остался. И вот по вечерам Чурбанов выходил, у него такая большая собака была, и вот он ходил по нашему поселку, по этому периметру и строго следил, чтобы в вечернее время, не дай бог, там кто на мопеде могло, так сказать, он лично останавливал, делал очень приличные внушения. Супруга Чурбанова Галина Брежнева жила здесь, в этом тупике Академической улицы. И по воспоминаниям соседей очень тяготилась этой унылой, спокойной, размеренной жизнью в Жуковке. С радостью шла на любые контакты и беседы с соседями-академиками. По воспоминаниям, была очень демократичной в общении. Поскольку им было очень скучно жить здесь, а Юра ее как-то в последнее время даже никуда не выводил в свет, она привыкла к такой жизни. Она даже днем ходила всегда в вечерних длинных платьях. То, значит, она очень сблизилась. Но это сближение было, чрезвычайно тем, что уже с утра значит, она где-то часов в восемь рано вставала. Приходила сюда, значит, к нам сзади шел офицер, там солдатик, который нес корзину. Она любила очень это, цеплят, табака и белое сухое вино. Но, значит, с этим уходила, значит, побудка. Стоит того, что, значит, в спальню поднималась, говорит, что вы спите, вставайте. Я пришла, садилась за стол, мы должны были готовить все это. И так просиживалась. Ну, значит, временами выезжали, она любила ходить, у нас тут был магазин такой, кафе, где тоже этот директор ее знал, всех выгонялись, закрывалось кафе. И Юра, значит, меня очень просил следить. Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза. Сам Леонид Ильич появился в Жуковке разыть и не больше. В приезду генерального секретаря жители Академгородка вспоминают, как нечто столь стремительное и редкое, что размеренная жизнь Жуковки в эти моменты практически никак и не менялась. Приехали люди, значит, на МКГБ и так далее. Быстро они высыпали из машины, что-то там посмотрели и куда-то все скрыли. То есть они заняли какую-то заранее позицию. Потом подъехал в музей с Леонид Ильичем. Сколько он был времени, я не знаю. Но он пробыл, может быть, несколько часов. После этого он опять сел в машину, опять, значит, уехал. Все эти люди опять-таки тут-то выскакивали, все снято, 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 погрузились и уехали. Леонид Ильич Брежнев приезжал в Жуковку несколько раз. Приезжал навестить детей. Здесь была дача дочери Галины и сына Юрия. Его интересовало два вопроса. Какие дачи построили дети и кто у них соседи? Ну, сказали, Петр Страмович, там Сахаров, там Золженицын, все такое. Веселая компания такая была. Да реакции, в общем, никакой была. Когда ходил по дороге, там гулял, был такой персонаж вездесущий, Димка Сахаров, сын совести народа. Вот, поэтому, значит, он тут же выскочил и понесся. Ну, и Леонид Ильич говорит, как Димка уже сам рассказывал, а он говорит, какой хороший мальчик. А ему на ухо что-то там пошептали, пошептали. Он говорит, ну а какое это имеет к нему отношение? Андрей Сахаров тоже получил в Жуковке дачу в подарок от государства, спустя два года после атомщиков, за создание водородной бомбы. Когда-то здесь был другой забор и другой дом, и жил здесь Андрей Дмитриевич Сахаров со своей семьей. Семья была настолько большая, что ему приходилось спать на первом этаже в проходной комнате. Здесь жили его дети от первого брака, Елена Бонар, на которой Сахаров женился после смерти первой жены, ее дети, ее пожилая мама. Этот дом Елена Бонар продала, когда Сахаров умер. А тогда, в начале 50-х, дача Андрея Сахарова ограничилась территорией поселка Совета Министров Жуковками 1, 2 и 3. Это были сплошь государственные дачи, которые возникли здесь вслед за дачами академиков. Вдоль забора, ограждавшего территорию Совмина, дежурили специально организованные добровольные отряды, которые следили за тем, чтобы обитатели академической Жуковки пореже заходили на территорию дач Совмина. Конечно, построили свой маленький коммунизм у себя там, ну и на территориях. И, например, на территории 2-й Жуковки там был клуб, но в клуб нас допускают, что тогда было кино. В кино нам разрешали милости уходить, давали пропуск, но особый. То есть только в кино. А магазинчики, которые там были, в которых продавали кремлевскую колбасу, кремлевские сосиски, всякие деликатесы, пускались с большим напрягом. И, кроме того, эта вот вторая Жуковка, она убрала наш прямой путь к железной железнодорожной станции. И путь стал занимать 4 раза больше времени. Вот. Поэтому для сокращения пути на станцию или для прохода более короткого на территории 2-й Жуковки, чтобы пойти в кино или в магазин, у нас проламывалась дырка в заборе. И все бегали в эту дырку. А савмины, они периодически забивали эту дырку. И вот Галюна Павловна, в частности, она очень смешно вспоминает, как они пошли с дочками, когда с двумя, с Толикой и с Леной, которым было, ну, я не знаю, там, 9-11 лет или 10-12 лет, они говорят, мам, пойдем в магазин через дырку. Зачем далеко ходить? И говорят, мы приходим к забору, а дырка забита. И что же делать? Девочки говорят, мам, мать придет, тебе, говорит, лезть через забор. Она говорит, как же так? Я, говорит, прима, народная артистка Советского Союза должна лезть через забор. Ничего, мы тебя подсадим. Она говорит, единственный вежа в своей жизни, когда я же лезла через забор, это на Савминовскую территорию, чтобы купить там 300 грамм колбасы. В одном месте Савминовский забор становился забором Сахаровской дачи. И соседство такое чрезвычайно раздражало Савминовскую охрану. Может быть, даже весь поселок испарялся еще и Сахаровым. Для них. Вот. Ну и Сахарова не один раз задерживали на выходе уже с территории Савмина на станцию. Вот такая история была. Когда его задержали, вернули, когда он пытался оправдаться, у меня здесь всего 100 метров пройти до станции, я на электричку опаздываю, нет, его вернули. Естественно, ловили. Потому как вот через забор до магазина 50 метров, а идти по дороге там 250 метров. И поэтому самые хитрые выпиливали там, как бы сказать, калитки, то есть изнутри надрезали вот эти вот лаги, привинчивали петли, так выходили туда втихаря. Но так как там Савминовская жуковка была охраняемая, там в охры ходили, они, если поймают, то за ухо в дирекцию, потом сюда. Потому что все равно у всех академиков были пропуска на ту территорию. Ну и меня гоняли, если я без пропуска. Там на лице не написано Сахаров или Брежнев. Москва. Ранний предрассветный час. На пустынных улицах первыми появляются знакомые автомобили-фулконы. В столице 2000 продовольственных магазинов и утром в каждый из них завозят свежие продукты на новый день. Впрочем, в самой деревне Жуковка с продуктами в какой-то момент было даже лучше, чем в Москве. Чтобы не дать повод иностранцам жалеть академиков, об окрестностях академической Жуковки старались не забывать. Русские субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Ну, забор-то надо подправить к зиме. Сам знаешь, вот уедешь так на неделю, так какая-нибудь собака обязательно приблудная залезет. А то и вовсе кошка. Был тут один Павел Иванович, у меня знакомый. Он приходил подместить чего-нибудь, убрать и все. Ну, не нужен ему фрагский. Просто, наоборот, ему некуда в нем ходить. А вот тулуп, не тулуп, как ватник, он говорит, Андрей, если будешь где-то проезжать, увидишь ватник, купи. Ватников не найдешь нигде сейчас. Рассказывая о своей жизни в Шуковке, Галина Вишневская писала, как по утрам часто видела из окон своей спальни Александра Солженицына. Большими шагами он ходил взад-вперед вдоль забора. Иногда подходил к столу, быстро что-то записывал и снова часами ходил по участку. Около дома Солженицына почти не остывал костер. Все бумажки, черновики, ненужные в работе, он сжигал немедленно. Писал он от руки, и я никогда ни у кого не видела такого мелкого бисерного почерка, написала в своей книге Галина Вишневская. И я сказала ему однажды об этом. Он засмеялся. Лагерная привычка, как можно больше уместить на маленьком клочке бумаги, и чтобы прятать было легче. В академической Жуковке Солженицын появился в сентябре 69-го года. Ростроповичи тогда только построили на своем дачном участке небольшой гостевой дом и предложили Солженицыну в нем перезимовать. В Жуковке Солженицын прожил 4 года до самой высылки из страны. Ему, конечно, все очень сочувствовали. Ну, большинство, по крайней мере, сочувствовало. Помимо того, что в нем уважали талантливого человека, да еще к тому же прожившего в том момент непростую жизнь. Ну и просто многие разделяли его, то есть позиции. Разделялись к гражданам. А Солженицын был очень необхитимым. Он, во-первых, он сам, видимо, понимал, что лишний контакт с людьми, это прежде всего представляет опасность для этих самых людей. Поэтому он себя не популяризировал никак. Журнал «Новый мир» напечатал один день Ивана Денисовича в 62-м году. Несколько месяцев подряд все советские газеты печатали хвалебные рецензии. Книгу даже выдвинули на соискание Ленинской премии. В 63-м вышел Матрёнин двор. Однако на том все и прекратилось. Солженицын на долгие годы впал в немилость властей. Мы вообще не знали вообще, конечно, до конца всех этих сложностей, которые были связаны с повреждением Солженицын в нашей поселке. Знаю, что это писатель, что написал один день Иван Денисович, который, конечно, все читали, который все привело большое впечатление. А вот дальше, когда он появился и продолжил свою творческую деятельность, появилась масса всяких КГБшников, которые склонялись по нашему поселку в подвергах сантехников, столяров, что-то вы спрашивали, вы нюхили. Вот это всех этих очень сильно раздражало. К Солженицыну тоже не все однозначно относились. В силу того, что, может быть, потому что он владел тем материалом, который, может, многие не знали. Сейчас мы знаем, что все, что написал Солженицын, все соответствует действительности, все это было на самом деле. А тогда это... Ну, нельзя сказать, что его считали за креветника и так далее. Но старались, в общем, по возможности, конечно, ведь особо с ним не общаться. Хотя Руслопович, когда Солженицын, например, получил Нобелевскую премию в свое время, устроил грандиозный прием в своей даче, это было событие. Потому что Нобелевскую премию, какой бы ни был человек, Нобелевскую премию так просто, как сказать, не получает. По соседству с Рустроповичем дачу купил Дмитрий Шостакович. Шостакович оказался заядлым картежником. К этому же занятию питала слабости Галина Вишневская. Собирались, как правило, в доме удалежали. Пили чай, играли в карты, разговаривали. О политике Дмитрий Дмитриевич Шостакович говорить не любил. Дмитрий Дмитриевич, он был очень осторожный человек, в плане каких-то своих политических высказок. Потому что, претерпев то, что он претерпел в 1948 году, запретом исполнения его произведений, вообще практически с полной изоляцией, он потом, его даже некоторые считали, что он стал таким коммунистом, потому что он подписывал какие-то письма, такие про-советские. Но, на самом деле, он таким образом сохранял свой внутренний мир. У нас калитки были напротив друг друга. И вот Медмитриевич выходил, я смотрела в окно, в кухню. Смотрела, открывается калитка, выходит Медмитриевич. И, как вот, у него такая характерная была походка, он выходил, вот так вот останавливался, смотрел на небо, минут 10, 15. Ну, вот так вот, я вот сейчас думаю о том, что вот я смотрела на него, как человек просто вышел погулять. А сейчас, когда слушаешь его фантастическую музыку, я думаю, боже мой, вот в этот момент это у него рождалось в голове. Когда сюда приехал Солженицын, Ростропович решил познакомить его с другим жуковским дачником Шостаковичем, но ничего не получилось. Дмитрий Дмитриевич предпочитал не растрачивать себя на политические разговоры и просил передать Солженицыну, чтобы и тот не связывался с кремлевскими обитателями. Ну, а сам Ростропович был человеком обыкновенно общительным. Он просто подходил к незнакомой калитке, открывал ее и говорил, «Здравствуйте, я Слава». Николай Антонович, здрасте, солнышко. Да, 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 да. Здрасте, бабушка. А как приходит так? Да, солнышко мое, хорошо. Ты просто цветущее. Цветущее, мы с вами светем. Галина Ивановна, я должен вас поздравить. Да, да, да. Вам очень повезло. Да, это точно. Спасибо, Николай Анатонович. Абсолютно, я с вами согласна. Спасибо, Николай Анатонович. Да, да. Мне повезло. Семья у вас образцов. Он рассказывал. Он рассказывал. По секрету скажу. Да. Он мне рассказывал. Да. Как он вас забоевал в Праге. Да, да, рассказал. Рассказал. А вы помните? Подбросил какой-то в номер в гостинице, какой-то не то варенье, не то конфеты, не то ежеданчик. Да, 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 все было, все было. Рассказал. Он очень старался, да. Но я не очень сопротивлялась, да. Было в Праге. А вот он не помнит. А у меня есть одна фотография его, на которой написано. Моему другу Николаю Анатоновичу вообще. Да. А где он написал? Он не помнит. В Ватописце. О! В Ватописце. В Ватописце. В Ватописце. У меня же не такая память, как у вас, извините. После вашего концерта вы поехали куда-то в горы ужинать. Правильно. Правильно. Да. А там был такой эпизод. Да. Ужинать. Мастер было много. Вы сейчас мне скажете, с кем он ужинал. Уже прошло столько лет. Я сейчас в обезновой узнаю, с кем ты ужинаешь. Я там не была. И сеган. Вышел человек с виланчением. Подошел к ствари. Дал ему виланчение. Слава взял виланчение и пошел в оркетку. С ними играл правильно. Сиган. 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 Куда? Сиган. Сиган. Я не знаю. Я тоже не знаю. Сиган. Не играл. Сиган пришли во что? Потрясающе. Мы знали, потому что здесь было такое привилегированное место. И мы приехали сюда, и нам разрешили, через министра культуры Фурцеву, разрешили купить дачу у одного академика. Черняева. У Черняева, правильно. Мы познакомились с семьей академика Дали Жаля. Но ясно, что поскольку он академик, и поскольку ему подарена эта дача, для нас был ясен профиль его работы. Правда, мы не знали в деталях. Для нас атомная бомба, это так, как, скажем, работа над кастрюлей. Я имел привилегию дать вот этих лет, дать концерт, это называется, за МАЗ-17, по-моему, а 16 лет. И только там я понял, какого масштаба работа велась в Советском Союзе. У нас газ уже подвели, а еще оставались у нас в последние годы, у всех стали угольные котлы. Стала куча угля, в каждой даче оставалась куча угля у нас там и так далее. Ну вот, и вот Ростопович, когда он так немножко, можно так говорить, перебирал, у меня была такая интересная вещь, он брался его ленчей, что-то громоздился на эту кучу угольную и играл. Ну, для себя. И вот мамаша и весь народ, который, так сказать, знал, где-то там по кустам, где-то близко туда, вот, и заботчик, и слушали. То есть это был бесплатный концерт, но это было, вот, мамаша у меня хорошая, я думаю, это же вот никогда больше в жизни я не верил, чтобы так можно было играть, не было вообще. Человек играл для себя. С огромным успехом выступала на сцене Нью-Йоркской митрополиты Нопера солистка Большого театра Народной артисты Республики Галина Вишневская. И вот она в Москве, у себя дома. Я счастлива, что я вернулась домой, в мой родной Большой театр, в мою семью. Для меня огромная радость, что советская вокальная школа получила признание за рубежом, как у зрителей, так и очень авторитетных критиков. И еще я хочу сказать, что эта поездка лишний раз убедила меня в том, какие огромные возможности предоставлены нашим народам развитию советского искусства. Однажды Ростропович чуть не спалил всю дачу. На открытой веранде деревянного дома он развел костер, бросил туда джинсы своих дочерей, облил их бензином и поджег. Но не переносил он, когда дочери носили заграничные обтягивающие брюки и таким способом соблазняли мальчишек. Как-то раз Мстислав Ростропович привез в Жуковку трех нефаундлендов и раздарил академика. Один достался долежалям. Их пес Потап вырос весьма строптивым и держал в страхе окрестную детвору. Вообще собаки в доме Николая долежали, жили разные. И каждая со своим нелегким характером. В последние годы рядом с академиком всегда был пес Прохор. Добродушный, но весьма своенравный. А много раньше был Фомка, смесь лайки с боксером. Он наводил ужасно вполне определенную категорию жуковских обитателей. Он был добрый пес, но если уж на кого-то он бросался, то бросался как боксер на грудь. И вот очень интересная у него была характерная особенность. Он не переносил политических деятелей. И вот как-то вечером уже было темно, часов 11. Папа стоял между нашей калиткой и калиткой Шостаковичей и разговаривал, по-моему, даже с Дмитрием Дмитриевичем. А Фомчик наш сидел за забором на участке и наблюдал за проходящими компаниями. Прошла одна, вторая, третья. И вдруг идет группа людей какая-то. Он срывается с места и кидается буквально на грудь к одному из проходивших. И тот начинает кричать и говорить, что это такое. Собак распустили. Нельзя так на цепи держать, на поводке держать. Папа мой спокойно говорит. Вы знаете, я не знаю, в чем дело, наверное, в чем-то ваши проблемы. Потому что прошло миллион людей, он никого не тронул. На вас он кинулся. Вы знаете, кто я такой, говорит, этот человек, страдавший. Он ему не укусил, он просто бросился на него. Никаких телесных повреждений не было. Вы знаете, кто я такой? Я председатель госпортконтроля Кованов. Все здесь в Жуковке царское. Был когда-то царский лес и царская охота. Академик Далежаль много десятилетий подряд пытался спасти лес. Писал письма, а потом ему сказали, хватит, дед, не пиши больше. Возник здесь ресторан с таким же названием царская охота. Очень вкусная здесь картошка с селедкой. Самый царский рынок здесь. Протягивают руку из машины, и все не иначе, как по 500 рублей. И тянутся из Москвы в Жуковку дачники, вдоль царских заборов, на царских машинах, по узкому Рублево-Успенскому шоссе. Меня вот смущают, например, сплошные заборы кирпичные. Раньше здесь везде были прозрачные заборы. В общем, везде раньше были. Как-то это располагало. Потому что кого-то увидишь, с кем-то поздороваешься. Кто-то скажет, ну заходили, как дела, и все. Когда ты идешь до кирпичной стены, в общем, ничего в душе у тебя не колышется. Думаешь, кто живет за той стеной. Люди, наверное, с голодным детством. Другого объяснения нет. Ну и что, и сейчас хорошо. Тогда было победнее. Да сейчас хорошо, что нам? Дача мешает, что ли? Нет. Ну все наши люди-то. Не за границей. Пусть живут. Теперь же уже не переделаешь ничего. Субтитры создавал DimaTorzok Путь уже не за границей. Меня не за границей. Меня не пугают.